Как известно, КНДР послала свои войска в поддержку РФ в войне против Украины. На этом фоне есть основания вернуться к обсуждению темы, которая циркулирует в публичном пространстве еще с апреля 2022 года. А именно, запрос на передачу от Южной Кореи для ВСУ вооружения и военной техники, например, танков Т-80У и БМП-3 российского производства. Для начала напомним такие детали. По данным в открытом доступе, В армии Южной Кореи есть ориентировочно 40 танков Т-80У и около 70 БМП-3, которые в 90-х годах поставила Россию в счет погашения долгов Советского Союза. Кремль на тот момент должен был Сеулу ож полтора миллиарда долларов по тогдашнему курсу. Эту бронетехнику южнокорейская армия использовала для имитации войск агрессора во время разного рода учений. То есть, эти танки и БМП для самой Южной Кореи не являются критически важными даже несмотря на постоянную угрозу от КНДР. По некоторым утверждениям, сейчас эти Т-80 и БМП-3 в строю армии Южной Кореи имеют проблемы с техническим состоянием. Но с другой стороны, такие машины могли бы быть полезными для ВСУ даже в качестве доноров запчастей. Далее напомним, что впервые речь о запросе Украины в Южную Корею хотя бы на передачу упомянутых выше Т-80 и БМП-3 президент Украины Владимир Зеленский озвучил перед Южнокорейским парламентом еще в апреле 2022 года. Также здесь стоит вспомнить один интересный эпизод образца 2021 года, когда армия Южной Кореи проводила учебные бои между Т-80У и К-1. Армия Южной Кореи подчеркивала, что по результатам тех учений вывела для себя оперативные результаты по улучшению тактики использования танков на современном поле боя. Другими словами, что в этой истории главную роль сыграли не характеристики танков, а уровень выучки их экипажей.